Ты уже задавал себе вопрос, что ты делаешь здесь, на Земле? В чем твоя цель как человека? Так много людей не знают этого. Между тем ответ прост. У нас всех одна и та же цель. Один и тот же смысл существования. Развиваться до осознания того, кто мы есть. То, что называется жизнью, должно расти. Оглянись вокруг. Стоит цветку или дереву перестать расти или цвести, и они умирают. То же и с человеком. Каждый индивидуум должен расти и продвигаться вперед в своем развитии. Рост для человека означает внутренний рост. Твое физическое тело растет до достижения зрелости. После чего в течение всей остальной жизни продолжает расти только душа. Но что значит расти? Иисус научил нас этому, преподав это очень просто. Для человека принципиально важны две истины – любовь и вера. Само по себе это звучит несложно. Но пока человек будет главным образом занят созданием всевозможных проблем для самого себя, эти две истины останутся для него непостижимыми. Иисус, эта великая личность, явился на землю в начале истекающей эры рыб. Этой эре и учению Христа потребовалось, к сожалению, почти две тысячи лет, чтобы лишь начать доходить до сознания людей. Чтобы жить лучше в начинающейся новой эре, эре водолея, которая несет нам энергию, необходимую для разумной жизни, мы все должны научиться любить. Говорят, что когда человек в полной мере научится любить себя и ближнего своего, он обретет власть над материей. И земля больше не будет для него единственно возможным местом существования. К земле надо относиться как к самостоятельному живому существу, обладающему душой и личностью. Как следствие, ее целью тоже является эволюция. Твое тело образовано миллиардами клеток, а каждого человека можно рассматривать как клетку земли. Если все твои клетки здоровы, здорово и твое тело, и жить тебе в нем будет одно удовольствие. То же самое и с землей. Задача каждого человека – очиститься и поддерживать себя здоровым физически, ментально и эмоционально, как в принципе и положено существу, наделенному разумом и душой. В этом случае между всеми будет царить гармония, и земля станет местом, полным любви, покоя и счастья. Ты здесь на земле для того, чтобы заботиться о своей собственной эволюции, а не об эволюции других. Поэты. Субтитры создавал DimaTorzok